Всем привет! С вами Вова Ломов и Теплица социальных технологий. Сегодня мы поговорим о приложении для дизайнеров Figma, которое с одной стороны чем-то похоже на гравит дизайна, который я уже рассматривал, но с другой стороны все-таки Figma немножко совсем другое. Формально Figma приложение для создания прототипов сайтов и мобильных приложений, но все, что умеет работать с векторной графикой, подходит и для дизайна. Вопрос удобства и цены. У Figma есть бесплатный тариф, которого в принципе хватает, если вы не дизайнер в конторе. И вот, собственно, его мы и опробуем. Сначала нам предлагают создать команду. Действительно, Figma предназначена для командной работы, это выделяют разработчики. Так, теперь нам предлагают создать проект. И вот наконец-то мы тут. Можем создавать новый файл в проекте. Вот. Файл это условное рабочее пространство. Как говорится, игра с открытым миром. У файла нет границ. Сюда можно весь лувр перерисовать, было бы желание. Так, начнем с… Ну вот эта кнопка задает границы на любой вкус и размер. Выберем iPhone X, не знаю что это и так. Я понимаю, что охватить это приложение в одном видео невозможно. И в двух невозможно. Поэтому о том, что я сейчас делаю, я буду рассказывать уже в следующем видео. А делаю я на скорую руку некое подобие прототипа мобильного приложения. Сегодня же я расскажу про интерфейс, про какие-то особенности Figma и вообще о том, для чего она. Из плюсов – приложение не навороченное по функционалу, а значит разобраться с ним под силу человеку начинающему. Второй плюс – это веб-приложение со всеми вытекающими, а именно облачным хранилищем и возможностью совместной работы. Словом, для создания прототипов сайтов приложение идеальное. Для графического дизайна – хорошее, если это не ваша основная работа. А вот такая у меня получилась штука – это велотрекер. Кстати, если знаете хороший бесплатный велотрекер, посоветуйте в комментариях. Я чего-то ставил несколько, они постоянно теряют GPS. Или это у меня с телефоном проблемы. Ну так вот, у нас тут есть меню. Такое небольшое, не маленькое, нормальное меню. Про меню рассказывать не буду – это два скринкаста как минимум. Далее есть кнопки рисования и редактирования. О них в следующем видео. Хотя нет, вот об этом сейчас. Это для комментариев, причем прямо в теле документа. То есть какой-то элемент вашему соработнику кажется подозрительным и он незамедлительно об этом пишет. Ну а вы потом можете почитать или даже ответить. Эта галочка предписывает пересылать сообщение на e-mail. Здесь информация обо всех объектах. В принципе тут все стандартно для тех, кто работал с иллюстратором или гравит дизайн и ничего нового. Вот так можно заблокировать объект. Дальше название проекта. Ряд возможных действий с проектом. Копировать, удалить, переместить и так далее. История изменений с возможностью откатить. На бесплатном тарифе до 30 дней. А здесь можно куда-нибудь этот файл направить, если у вас много проектов. У нас тут есть только черновики. А вот туда и отправим. Вообще меню, где все ваши проекты, файлы и так далее вот здесь. Вот мы видим, что в проекте воволомов ничего нет, а в черновиках и есть. А можем кстати прямо здесь вернуть проект обратно. Так. Здесь настройки команды. Здесь можно пригласить к сотворчеству кого-то, но я уже пригласил. Мест нет. Можно понизить Вова Ломова. Это второй я. До вьювера. Сейчас он эдитер, редактор. Нас тут двое и мы достигли предела. Вернемся к нашему прототипу. Слушайте, не могу я смотреть на этот велосипед. Сейчас его по-быстрому переделаю. Это я скачал где-то иконки бракованные. А вот. Это мне нравится больше. В следующем видео покажу, как я его рисовал. Так. Ну и здесь у нас люди, которые в данный момент работают над документом. И кнопка расшарить. Как я уже говорил, здесь можно пригласить кого-то к сотрудничеству, назначив ему права. Если вы хотите, чтобы он принимал участие в работе, ему нужно разрешить едет, то есть редактировать. На бесплатном тарифе соответственно Вову придется выгнать. И также можно расшарить доступ по ссылке. По ссылке можно только вью, то есть смотреть. Скопировали ссылку, отправили. Ну и все. Последнее, это просмотр. Готовый вариант. Шапку нужно, кстати, переделывать. Причем тут есть даже эмуляция кликов. И более того, она работает. Но для активации этой функции вам нужно зайти в прототип. И назначить связь. То есть здесь при нажатии на дистанцию мы попадаем вот на этот экран. Где дистанция крупно посередине. Километры это вот этот экран. Далее тут тоже километры. Тоже сюда. И время сюда. Теперь, если скинуть заказчику прототип и он захочет узнать, что случится, если нажать на время, он увидит. А на дистанцию – вау, чудо. Ну в общем приложение действительно клевое, но под узкие задачи. Хотя еще раз говорю, не самый сложный дизайн в Figma вполне по плечу. В следующем видео вы как раз это увидите, если конечно вы подписаны на наш канал. Если нет – подписывайтесь, следите за анонсами, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Ну и любите друг друга.